Кто такой Арестович? Я понимаю, что это ноль без палочки. Я понимаю, что у него вымышленная фальшивая биография. Я понимаю, что он никогда, нигде не учился. Это видно из его биографии. Он поступил в какой-то вуз, не связанный с военными направлениями. Он его бросил на первом курсе. Он стал работать там в каком-то театре, прочее. Потом в Москве там жил как театрал, как актер. А потом вдруг придумал себе биографию и попал в компанию, в которой это можно было как бы зарабатывать. И его приняли там. Потому что раньше он как бы раздувал щеки, что он только эксперт. Понятно, но эксперт может себе придумать что угодно. Я тоже могу сказать, что я там и папа римский, и еще кто-то там. Ну только возле виска может кто-то покрутит, если я что-то похожее скажу. Но это как бы угловно ненаказуемо. И тут он попадает в власть, и он от имени власти, под покровом власти, делает заявление, которое является просто его вымышлениями, его низкого уровня образованности в вопросах, по которым он говорит. Я хочу напомнить. 23-го числа, поздно вечером, когда оставалось 5 или 6 часов до вторжения, Арестович сделал заявление в одном из эфиров. Кажется, это было около 12 уже ночи. То есть буквально 5 часов до вторжения. Что наступление с Белоруссии вообще невозможно. Вообще наступление на Киев невозможно. Там он дальше описывает. Он детали говорит. Там такие дороги. Да мы их там уничтожим первые 2 часа. Они там не пойдут. И все. Они туда пошли. В Белоруссии 27-го референдум еще, который должен признать долю Конституции, долю Лукашенко, как такого, и долю союзной державы. Можу сказать, что Белорусская армия, которая всего 17 тысяч нараховывает, не те, что не боязнятна совсем, но она не боязнятна в моральном состоянии. Они не хотят воювать, и я их понимаю чудово. До речи, напрямок наступу из Белоруссии с точки зрения местности, театру, очень неблагоприятный, скажем так. Там не сприяє наступу, потому что, по-первых, это Чорнобильская зона. По-друге, это узкие дороги в лесах, которые станут мишенью нашей артиллерии и ракетных войск сразу. Ну, то есть просто самогубство. Там может быть отвлекающий психологический тиск, какие-то маневры на кордоне, спроба, ну, в гиршем варианте, берем зараз интеллектуальную функцию. Витягнути увагу, резервы, там зайти на 20 километров, зазначити, что-то, но серьезного наступа технично не может быть. Оказывается, там не было наших войск, практически не было. Они дошли почти до Киева со скоростью передвижения обычного советского «Жигуля». Они ехали через Иванков, не останавливаясь. Не было взорваны мосты, не было обстрелов их колонн там, на этом продвижении. Их начали под мощчином реально останавливать. Да, десант сумели остановить, и тут зауженному нашим ФВО и всем другим, ну, честь и хвала. Иначе было бы намного хуже, если бы вот эти все 11, или сколько их там было, больших десантных самолетов, ИОВ, сумели сеть в Гастомеле. В Гастомеле сумели наши сначала утром отбить, а потом в день разбомбить, и туда сесть не смогли. Плюс один, как уже сейчас описывают, сбитый самолет, я даже этого не знал, и это остановило наступление перед самым Киевом. Но я, когда я слушаю.